Представься, кто ты такая? Какой зовут? Как зовут? Как фамилия, имя, отчество? Руками кто давал трогать? Не надо, пожалуйста. Не, зачем начать? Руками кто? Это наше имущество. Мужчина, я к тебе не лезу в карман рукой. Не лезу. Это вы к нам подошли, не мы к вам. Я вам подтвержу, если вы подсоедините с вами. Отпрыгнули? Там отпрыгнули. Я покупатель. Вот ты понял. Там отпрыгнули, сережки здесь. Так что пришел деловой. Я покупатель. Я говорю, понял? На оборудовании, какое имеешь право строгать тяжело? Какое право ты имеешь вводить в заблуждение покупателя? Уверен. Уверен. Да? Докажи, что они тебя обманывают. Я не работаю, я покупатель. Вот ты иди покупать, дай. Иди покупай. Да вы мошенники и обманщики. Понятно? Ты уверен, что мошенников ответит в суде? Отвечу. Давай, докажи, что здесь обманывают покупателей. Ну все, твои слова сняты, что мошенники. Отойдите, пожалуйста. Дайте мне убрать. Ну что, смотрите, мы стоим. Девушка, женщина, вот вообще, в своем уме ты вообще, а? Так, давай вот это здесь, чтобы все соединяет. Я стою здесь вообще все оборзевшие. То есть тихо? Нет. Хочется к вам и не одна. Люди кидут. И покупатель, который покупателем не является. Успокаиваемся. Отойдите. Руки свои. Трогали вот это вот ведро своими руками. Клава он. Клава он, красный. Да. Это профессия, кстати. И довольно-таки заслуженная профессия. Ну, очень доброе. Предъявить чек. И тут у них какая-то лотерея проходит. Вот этот нахотрон крутят. И у нас, оставляя нам копию чека, забирают, пытаются забрать оригинал чека. Мы говорим, как же так? Этот документ, договор купли-продажи, по сути, он им уявляется. И как вы имеете право нас его отбирать? Представьте, говорим, что это делает. Представьте, пожалуйста. Она отказалась. Она позвала уборщицу. Подошла вот это вот полного телосложения, на мой взгляд, Хабалка, которая... Ни фига себе, вы рассказываете. Расскажи, что случилось. Рассказывай. Нашками вымельцают, рассказываете. Извините, пожалуйста. Так что, к горшему звоните, нет? Я не знаю. Я не знаю. Да горши, лейтенант, даже литёвка, короче. Короче, всем мусорам мусор, всех расфигачивают на районе. Позвоните, познакомимся. Познакомься-то, есть ли? Есть, львы, лапы, госы. Пишите, соснок, продиктую. Не обделю информацией. Давай, ваша фамилия. Маркин Александр Александрович, в простонародье Сан Саныч. Маркин. Да, совершенно верно. Сан Саныч. Александр Александрович? Да. Остальные знают как Сан Саныч. Так, тысяч 80 человек как минимум. Два-то рождения ваше. 27 марта, 1986 года. Месяц. Ну, третий. 27 марта получается. 27 марта, 3 марта. Правильно? Да, да, 86 марта. Ну, Тигр, короче. Телефон ваш. Он говорил, информацию не обделю. Телефон Samsung Galaxy A51. Номер телефона. А, номер. Так бы сразу и сказали, капитан. 965. Желаете? Город-герой Москва. Улица. И ответы туда. Да, по этому адресу. От МВД. Это Вагна. А то ответ долго будет. То 64-го отдела есть. Слевоанно. Страшный. А, да. Слушайте, Владимирская область. Родины имеют. Ну, ладно. Могу по памяти, кстати, назвать. У меня номера моих документов там на жетоны представителей МВД. Феноменальная память. И номера телефонов. Прошу вас привлечь к ответственности. Руководство супермаркета «Сезон». Скобки открываются. ООО «Приморская» расположены по адресу Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 30. Которые осуществляют продажу продуктов питания, в скобках, включая товары для детского питания с истекшими сроками годности. С истекшими сроками годности. С истекшими сроками годностей. Я в этом заявлении могу с такого нам надиктать, вы обязаны будете все записать букву в букву. Я вам предлагал. Усматриваю. Так вы-то мне на что, как представителем ВД? Вы получаете зарплату жалований за наши науки. Вы мне на что? Усматриваю признаки преступления. Пишите. Часть 2, пункт Б. Ну, они туда упали. С точки 238 УК РФ. УК, почитайте, за сутку. Часть 2, пункт Б. Все? Нет, ничего. Да. Прошу направить данный материал. Прошу направить данный материал. А куда? По подведомственности и по следственности. По подведомственности и по следственности. Территориальный отдел Роспотребнадзор и Следственный комитет. Считаю, что осуществляет продажу детского питания с истекшими сроками годности. Записывайся, скажи. Так, а в чем смысл данный праздник? Да. В чем? В чем? В чем? Вам здесь не нужно думать о смысле. Вам нужно принимать заявление. Владимир человек, вы сейчас наговорите на 317-е на оскорбление представителя власти. Пойдете со мной в отдел? Оскорбление представителя власти 319-е, чтобы вы знали. 317-е это убийство представителя власти или покушение на убийство. И на это я не наговорю. Не переживайте. Еще раз вы поняли врачи. Маркин Александр Александрович. А то наговорите на оскорбление. Что я должен наговорить на оскорбление? Ни разу еще не оскорбили. Вы там до конца будете писать заявление? Вы надо мной издеваетесь сейчас? А замечу. Что вы хотите здесь записать? Считаю. Считаю, что осуществлять продажу детского питания с истекшими сроками годности. В нашей стране могут лишь представители торговых предприятий, могут лишь представители торговых предприятий, запятая обладающих противозачаточными свойствами. Пишите противозачаточными свойствами. Совершил покупки разных групп товаров. То есть, вот они разные абсолютно отделы, да, есть и молочка, и пресервы, рыбка красная, детское питание. Разная группа товаров. Да, разная группа товаров, включая детское питание, это важно. Что производитель пишет? Для питания детей в возрасте с 12 месяцев. То есть, я заплатил наличными средствами. На кассе номер 7, об этом в чеке написано. На кассе номер 7 произвел оплату. Сколько там? Общая сумма покупок составила 1652 рубля. Первая сумма, смотрите. 1652 рубля. После того, как я произвел оплату на кассе, я обнаружил, что абсолютно все товары оказались с истекшими сроками возраста. В связи с чем, я требую составить протокол осмотра места происшествия и обеспечить сохранность, ну, как минимум, предмету совершения административного правонарушения. Преступление или нет, это, естественно, будут квалифицировать. Не мы с вами будем квалифицировать в октябре. Согласны, да? Всем привет! Продолжаются гастроли клуба «Патриот». И сегодня я и Яковлев Кирилл приехали сегодня в супермаркет «Сезон», который расположен в Кировском районе города Героя Ленинграда по адресу проспект Маршала Жукова, дом 30. Это видео мы уже снимаем после разноса магазина. Магазин уже разнесли в пух и прах. Будет интересно, знаю точно, потому что события уже эти были. И снимаем с запозданием вот это начало. Так что не переходите на другой канал, смотрите обязательно до конца. Будет весело и интересно. До свидания. Пока. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...